Ни для кого не тайно, что большинство фанатов первых двух частей серии Fallout недолюбливают творения Bethesda Game Studios. Можно долго разглагольствовать на эту тему, но правого найти будет сложно. С одной стороны баррикад продолжают орать про то, что никогда великую серию загубили, с другой же будут кричать про то, что улдфаги не люди. Истина, как обычно, где-то посередине, но споры эти не утихнут еще долгие-долгие годы. Сегодня я хотел бы разобрать один интересный квест из Fallout 3, который с легкостью мог бы понравиться старым фанатам. Ведь все для нотки ностальгии здесь было. Интересный персонаж из предыдущих частей, несколько решений и уникальная локация, расширяющая лор. Казалось бы, что может пойти не так? Давайте посмотрим. Локация Оазис находится на севере столичной пустоши. Представляет она собой рощу густых зеленых деревьев, которые повсеместные постъядерные проблемы как будто и не тронули. Защищает от посторонних глаз это место массивное скальное заграждение. Но несмотря на то, что найти проход внутрь не так-то просто, порой странники находят путь внутрь. Увидеть же чудо послевоенного мира им никогда не удавалось, ведь охраняют это место люди вооруженные и... не очень-то желающие раскрывать свое тайное логово. Но что-то я тороплюсь. Давайте по порядку. Когда герой добирается до локации Оазис, у порога его встречают двое людей в очень странных нарядах. По сути своей это тряпки, из которых торчат ветки деревьев. Самый старый из этих двух объяснит путнику, что он единственный, кого они вообще сюда решили пропустить. Потому что он хочет видеть героя. Кто этот он, старик объяснять не планирует. Но при хорошем навыке красноречия уточнит, что он это древобог. Особо это не поможет, но из-за чего весь сыр-бор узнать захочется. Поэтому одинокий путник, конечно же, согласится войти. На аудиенцию с древобогом просто так сходить нельзя. Перед этим необходимо обязательно пройти обряд очищения. Ряженные в костюме с ветками жители Оазисов станут кругом, прочитают свою странную молитву, а путник тем временем должен выпить некий сок из специальной чаши. После этого герой отключается и приходит в себя в роще, где и обитает древобог. Перед игроком предстает огромное дерево с явно человеческими чертами. Ничего удивительного, что в какой-то момент дерево начинает говорить. Хорошо, что ты снова на ногах. Не думал, что они заставят тебя пройти... ...через этот дурацкий обряд. Так называемый древобог оказывается старым знакомым Гарольдом, которого игроки могли видеть в нескольких предыдущих играх серии. Для меня Гарольд культовым, в общем-то, никогда не считался, так как во второй части я его совсем не помню. Ни для кого не секрет, что самую обожаемую фанатами вторую часть я играл не так много, как в ту же первую или Нью-Вегас. Вот и Гарольд для меня остался в воспоминании лишь гулем, который рассказал мне, где искать когтя смерти. Во втором Фоллауте у Гарольда на голове красовалась небольшая веточка, которую он назвал Бобом и решил, что это даже забавно жить с деревом на голове. Мутация, которая произошла с Гарольдом, уникальна. Это только с виду он... гуль с веткой на башке. На самом же деле он был в той самой экспедиции вместе с Ричардом Греем. Во время инцидента в Морепозе Грей упал в чаны с Врея, а Гарольда чем-то вырубила. В итоге Бедолага проснулся на пустошах, где получил серьезную дозу радиации. А вместе с вирусом рукотворной эволюции он превратился вот в такое создание. Вернемся к квесту Оазис. Очевидно, что дерево очень сильно переросло Гарольда за время своего роста, о чем нам и расскажет Бедолага. Почему он оказался здесь, в скалах на столичной пустоши, нам не расскажет. Но о странных моментах этого задания мы поговорим в финале ролика. Из рассказа Гарольда становится понятно самое главное. Он страдает и хочет скорой смерти. Именно поэтому он попросил Древенов, жителей местного культа, не убивать путника из 101-го убежища, а пропустить к нему. На вопрос о том, как вообще возможно убить дерево, Гарольд скажет, что Боб все больше разрастается, и по всей видимости вместе с корневой системой унес сердце глубоко под землю. Итак, квест получен, и теперь мы можем подробно рассмотреть его прохождение. Всего у задания три варианта развития, причем один из них можно выполнить двумя разными способами. За каждый выбранный путь нас ждут разные награды. После разговора с Гарольдом возвращаемся к жителям Оазиса, и наблюдаем перепалку отца корня Лавра и матери кроны березы. Да, с именами у них тоже все очень плохо. Они спорят о том, что древобог все больше растет, и если Лавр не желает расширения, аргументируя это тем, что Оазис будет сложнее хранять, и остальные жители пустоши могут уничтожить древобога, то березы напротив за то, чтобы весь мир зазеленел при помощи божественной способности Гарольда. При этом на вопрос о том, почему они не хотят сделать так, как хочет сам Гарольд, то есть убить его, Лавр ответит, мол, все это испытание древобога, и на самом деле все куда глубже. Фанатики. В итоге решение этой задачи взваливают на игрока. Лавр даст герою сок, который тот уже пил в процессе обряда. Смазав им сердце дерева, его рост можно сильно замедлить. Береза же напротив дает некую мазь, которая ускоряет рост. Итак, направившись к пещерам, мы побираемся сквозь десяток болотников и находим таки сердце бедолаги Гарольда. Дальше сюжет будет ветвиться. Первая концовка – это остановить рост Оазиса. Смазав тем самым соком сердце, она начинает работать медленней, и на выходе из пещер нас встретит Лавр, который, безусловно, похвалит нас за проделанную работу. Гарольд же будет не очень рад такому развитию событий. Ровно такое же отношение к герою будет и при выборе пути, который проповедует мать Крона Береза. При усиленном росте сердце начнет работать быстрее, и лес начнет разрастаться. К сожалению, проведя после этого в игре еще не один десяток часов, невозможно заметить хотя бы малое изменение во внешнем виде пустошей, но это уже придирка. Как бы то ни было, за оба выбора нам причитается награда. Кроме опыта, мы получаем балахон липы и гранатомет с парой штук снарядов, если встанем на сторону Лавра. Одежда добавляет по единице к ловкости и восприятию. Считается уникальным предметом, но особой ценности не несет, особенно учитывая внешний вид. При принятии стороны Березы мы получаем капюшон Сирени, уникальный головной убор, добавляющий единицу к ловкости и десяток скрытности, а также силовую броню Клена. Этот ржавый комплект силовой брони Т-45 считается уникальным видом брони Изгоев Братства и добавляет единицу к силе, пятерку к тяжелому оружию и десятку к сопротивляемости радиации. К сожалению, отнимает единицу ловкости, но это в целом не очень важно, так как носить его эстетически не очень приятно. Оба предыдущих решения идут наперекор главной задачи миссии. Все же Гарольд просил нас убить его, так давайте не будем терять ни минуты драгоценного времени и... собственно убьем его. Перед тем, как идти в пещеру, вам нужно найти маленькую девочку с именем Веточка Ивы и спросить у нее о Древобоге. Она скажет, что с Гарольдом у них очень дружеские отношения и порой она даже спит у него в ветках, потому что в роще спокойно и безопасно. Из разговора с Ивой можно узнать, что больше всего Гарольд боится огня и никогда не хотел бы погибнуть от этой стихии. О, а я и не знала, что чужаки умеют бояться. Харольд сказал, что боится огня. Если на него попадет огонь, они с Бобом сгорят дотла. Отправившись в пещеры, находим сердце и протыкаем его. Оно истечет кровью и Гарольд умрет. Выбравшись на поверхность, мы встречаем Лавра, который скажет, что перед смертью Древобог весьма убедительно истолковал ему, что всего лишь хотел умереть, а поиск тайн и глубинных смыслов Лавр придумал сам. За это прохождение герой не получает ничего, кроме медвежьего амулета Ивы. Это маленький плюшевый медвежонок, который является уникальным предметом и добавляет десяток очков к навыку красноречия. Но это еще не все. Далеко не все знают, но Гарольда можно убить прямо после получения задания. Все, что нам нужно, это любое зажигательное оружие. Будь то шишкебаб, гранатомет или молотов кола на крайний случай. Просто наносим урон дереву, и оно без труда загорится. Естественно, после такой жестокости все жители Оазиса начнут вас атаковать, и после убийства последнего древяна, ваша карма окажется в сильном минусе. По сути, это весь квест. Как обычно, в конце видео я постараюсь донести до вас свои мысли. Вы же, в свою очередь, оставьте ваше мнение о данном задании в комментариях, ведь мне также интересно узнать ваши впечатления. Для начала хочется сказать, что несмотря на свои огрехи, квест мне в целом нравится. Не так, конечно, как в Тенпенни Тауэр, но тоже неплохо. И все же есть в нем просто куча огрехов, из-за которых он не только очень быстро забывается, но и оставляет неприятные воспоминания. Во-первых, почему Гарольд пророс где-то в скалах? С логической точки зрения, если Боб уже начинал его так сильно перерастать, то, скорее всего, Гарольд остался бы в каком-нибудь населенном пункте, так как передвигаться бы ему было довольно тяжело. К тому же, вокруг нет еды, а древины, по всей видимости, нашли его сильно позже, когда он уже конкретно пустил здесь корни. Безусловно, гули бессмертны и не умирают от старости, но от голода же у них бессмертия нет, но, возможно, каким-то образом Боб питал его, так что оставим это неблагородное дело. Все же это куда логичнее, чем мальчик в холодильнике из четвертой части. Вторая моя претензия, почему Гарольд дал древянам приказ пропустить нас внутрь, при этом совершенно не зная, кто мы и откуда. Первое объяснение, возможно, он умеет видеть при помощи своих деревьев, но в таком случае радиус его обзора не так велик, ведь Оазис находится в скалах. Второй вариант, возможно, он слушает радио новости галактики, где Тридок уже достал своими балладами о приключенце из 101-го убежища. Но все это крайне нелогично и кажется странным. Ну и третий вопрос, который, по сути, самый большой, почему древины доверили путешествие к сердцу Гарольда первому встречному, при этом давая ему выбор увеличить рост Оазиса или нет. Они не доверяют даже словам самого Древа Бога, думая, что он не хочет смерти, а всего лишь их проверяет. Они убивают любого, кто подходит близко к поселению, но при этом к ним пришел молодой человек, и в первые же часы его пребывания в поселении они выручают ему очень важные удобрения и посылают к сердцу их Бога. Странно же. Ах да, еще насчет удобрений. Как они их получили и почему они знают, как они будут действовать? Да даже если у них просто есть какое-то вещество, позволяющее деревьям расти быстрее и больше, то это уже драгоценная вещь в пустошах. И если отбросить вопросы, касательно где и как они это заполучили, то почему столь ценную вещь они легко доверяют первому встречному? Одни лишь загадки. Но если к логике происходящих вещей я больше придираться не буду, то до элемента, на который студия-разработчик никак не могла повлиять, я, пожалуй, докопаюсь. Столь восхваляемая локализация Fallout 3 на русский язык мне всегда казалась нормальной. Безусловно, для такой масштабной игры здесь очень мало актеров озвучки, но как же плохая игра актеров в этом квесте? Просто послушайте всхлипы и кашель Гарольда. Последнее, что я помню перед тем, как вырубится, как моего приятеля что-то настолкнуло в чан... Даже если не брать в расчет переигрывание актеров и слишком ярое желание засунуть себе в рот микрофон, чтобы мы услышали все самые мерзкие звуки, то в этом задании есть пара багов. Например, актер, который озвучивал Лавра, в какой-то момент попросил подождать одну секундочку. Если палить его сердце тем соком, который очистил тебя при обряде, это остановит его разрастание. Одну секундочку. Обещаю, с ним ничего дурного не случится. Подытожив, хочется сказать, что несмотря на нелинейность, встреча со старым знакомым и уникальной для серии историей, Оазис – очень странный квест. Повторюсь, мне он вполне зашел в свое время. Все же это было каким-никаким, но разнообразием. Но то, во что в итоге превратился Гарольд и какие сюжетные дыры мы встречаем в этом задании, заставляло немного погрустить. А на этом все. Не забывайте ставить ядер лайки и оставлять свое мнение в комментариях. Всем удачи! И пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok